Здрасте! Я сегодня не один. У меня здесь есть кусок говядины офигенный. Сделаем классную тушенку. Тушенку, рагу, как еще назвать? Короче, приготовим мясо с картохой и зеленью. Будет очень вкусно и офигенно. Вперед! Наша готовка будет разделена на две части. Первая часть мы поставим запекаться мясо, и вторая часть мы поставим запекаться овощи. А потом все это вместе соединим, и у нас получится офигенная рагу. Такая тушенка с картохой. У нас что есть? Вот это замечательный кусок говядины. Это мякоть от лопатки. Вот такая офигенная, мраморная и с прожилками. Это классно. Прожилка запечется и размягчится. Немного чеснока лаврового листа. Вот этот соленый зеленый перец офигенный вкусный. Шалот и эстрагон. Это нам понадобится, чтобы запекать говядину. Конечно же, добавим вина. Без вина вообще никуда. Топинамбур есть у нас замечательный. Немножко картохи. И есть у нас немного грибов. Вот этот кусок говядины, который у нас есть, зачищаем от жил. И режем кубиком. Все очень просто. Жилки удаляем. Кубики делаем. Почему я взял именно кусок от лопатки? Лопатка получается довольно нежная и не сухая. А мясо с ноги, оно будет немножко более сухое и более плотное. Лопатка меньше загружена в течение жизни коровы, чем задняя нога. Поэтому из лопатки получается понижнее тушеночка. Нам понадобится вот такого размера кубики. Примерно 2 на 2 сантиметра. Какая красота. Кусок вообще замечательный. Покупайте вот такие вот замечательные куски. Просто надо фото делать. Чтобы наша говядина запеклась, мы все вкусные ингредиенты уложим в контейнер. И сверху говядину, эстрагончик. Прямо вот так вот копну эстрагона положим. Будет очень вкусно. Говядину сразу можно замешать с солью. Пока мы все это дело укладываем. Просолится добавить перец. И все это дело перемешать. Лишним не будет. На эстрагон смело все укладываем. Какая красота. Вообще замечательно. Как все это будет, когда приготовится. Будет классно и вкусно. Шалот. Туда же. Лавровый лист. Вкусный. Запасенный еще летом. Запах офигенный стоит. Зеленый перец соленый. Горошины. И парочку чесночин. Вином все это дело заливаем. То, что не полностью закрыто, ничего страшного. Мясо сейчас выделит сок. И это все будет плавать в соке. И много сливочного масла обязательно понадобится. Мы из сока, который здесь будет, потом сделаем соус. Поэтому очень важно все сохранить и сделать сразу вкусно и офигенно. Накрываем фольгой наши замечательные кусочки и отправляем в печку. Ну, наверное, как минимум на час, может минут на 40. Через 40 минут проверим. 150 градусов. Не надо сильно нагревать печку. Все. Через 40 минут проверим. Ответственный момент. У нас уже прошло половину времени от готовки говядины. Нужно заряжать, готовить картоху. Тепенамбуры. Просто бросаем. Картохи пополам. Все. Разрезаем. И сюда же. Чеснок. Грибы. Отрезаем ножки. И разбрасываем. Максимально простой в исполнении рецепт. Рецепт будет в описании. Все максимально просто. Кроме того, что нужно все это дело перемешать, сделать вкусным и проконтролировать, чтобы ничего не сгорело. Обязательно картошку солим. Перец. Измельницы. И оливковое масло. Перемешиваем. И втычку. Я думаю, тоже минут на 20. Все. 20 минут. Вперед. А говядину будешь проверять? Через 20 минут проверим. Рано. 40 минут прошло. Ароматы слышны. Самые восхитительные. Вот что у нас получается через 40 минут. Довольно мягко, но еще не готово. Можно смело все это дело поперемешать немножко. Вот столько сока получилось из небольшого куска мяса. Вы же видели, там было довольно сухо. А теперь очень сочно. Накрываем фольгой еще на 40 минут. Вперед. Овощи готовы. Прошло полчаса. Нужно их. Так, все у нас запеклось. Даже слишком запеклось. Но ничего страшного нет. Накрываем фольгой и ждем. А мясо еще стоит. Еще минут 15 точно. Поэтому как раз будет готово и здесь, и здесь. Одновременно. Начнем все замешивать с картохи. Здесь запекался топинамбур вместе с картохами. Что нужно сделать? Топинамбур мы не чистили. От топинамбура нам понадобится только внутренности. Как сделать так, чтобы топинамбур не чистить? Берем просто его вот, раздавливаем вот так. И вычищаем от кожуры. Все очень просто. Разрезаем топинамбур пополам. И вот так ножом вычищаем. Все нашу рагу можно замешивать. Картохи, кастрюлю, мясо горячее. Какие ароматы. Вот это красота. Тушеночка. Офигенно. Вот эти травы нам не понадобятся. Стебли довольно жесткие. Они нам нужны были только для вкуса. Мы свежую траву добавим уже, когда будем есть. А вот это все, что здесь, просто перемешиваем с картохой. Итак, соединяем. Нашу рагу. Лавровый лист тоже не понадобится. Можно его вытащить. И теперь осталось только немножко все это дело поварить. Будет очень вкусно и классно. Топинамбур. Хорошенько размятый. Добавляем в мясо. И это поможет загустить наш соус. Он станет густой и классный. Вперед. На плиту. Осталось что? Последний этап. Попробовать. Добавить зелень. И поесть. Снимаем вот сюда. Топинамбур, который мы размололи. Он загустил соус. И теперь вот он такой вот супер мясной и супер вкусный. Грибы, которые очень сильно поджарились, они сейчас станут мягкие. И это будет самая замечательная тушенка. Вот что бы я добавил, так это я бы, наверное, картохи взял бы побольше. Да? Да. Можно картохи побольше. Зелень. Петрушка и эстрагон. Обязательно. Вот такая красота получается. Немного соли и перца. Делайте вот такой рагу. Обязательно добавляйте топинамбур. Он очень вкусный и классный. Продается в овощном отделе в магазине. Будет у вас классная рагу. Значит так. Вот такая тушеночка у нас получилась. Очень классная и вкусная. Как офигенно есть. Берем маленькую питу. Ломаем. И внутрь закладываем наши замечательные кусочки. Поливаем соком. И едим. Прикуску с картохой. Это просто кайф. Значит так. Рецепт будет в описании. Если вы захотите положить больше картошки. Добавьте сами. Там рецепт такой. Как мы делали сейчас. Ставьте пальцы вверх. Вот такие без травм. Да. Без травм только. Пальцы без травм. Вот так. Подписывайтесь. И смотрите новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok До встречи.